Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В Microsoft решили унифицировать операционную систему Windows и применить ее для разного вида устройств. С этой целью в операционной системе была добавлена функция режим планшета. Этот режим сделал Windows универсальный. Функция изменяет интерфейс операционной системы в зависимости от типа устройства, на котором она установлена. Благодаря ей Windows может использоваться не только на персональных компьютерах и ноутбуках, но и на сенсорных устройствах, планшетах, смартфонах и гибридных ноутбуках с сенсорным экраном. А пользоваться ее на таких устройствах будет намного комфортнее. Эта функция автоматически оптимизирует устройство с сенсорным вводом. Упрощает меню и переводит интерфейс системы в полноэкранный режим. Отображает окна приложений во весь экран и уменьшает в размерах значки элементов управления. Если вы пользовались операционной системой Windows 8, то заметили, что и интерфейс был более удобен для сенсорных устройств. Поэтому разработчики Microsoft в операционной системе Windows 10 позаботились об этой проблеме, представив режим планшета, двойную адаптивную функцию, которая распознает какое оборудование у вас установлено и автоматически меняет интерфейс между обычным режимом рабочего стола и планшетным режимом, применяя наилучший вариант интерфейса в каждой конкретной ситуации. Этот режим позволит более комфортно пользоваться устройством в зависимости от его типа. В режиме планшета все приложения, которые вы открываете, включая экран запуска, автоматически перейдут в полноэкранный режим отображения. По этой причине вы не увидите свой привычный рабочий стол, но сможете получить доступ к нему через проводник файлов. Как вы заметили, на панели задач теперь есть кнопка в виде стрелки назад, рядом с кнопкой пуск, а также видите, что ярлыки, которые находились у вас на рабочем столе, исчезли. Как видите, такой интерфейс более подходит для сенсорных устройств. Кнопки стали больше, добавлена кнопка назад, исчезли иконки, которые были закреплены на панели задач, а используя устройство с сенсорным вводом, будет появляться экранная клавиатура, всякий раз, когда вы выберете текстовое поле. Режимом планшета можно пользоваться и на устройствах, в которых нет сенсорного ввода, используя все ту же мышь и клавиатуру. Вы спросите, зачем это нужно? Большие плитки и кнопки вместе с упрощенным интерфейсом могут облегчить для некоторых людей перемещение по разделам, операционной системы, особенно для пожилых людей или неуверенных компьютерных пользователей. Для включения режима планшета нажмите на кнопку центра уведомлений на панели задач и в открывшемся боковом меню вы увидите режим планшета, после нажатия он сразу активируется. Как видите, рабочий стол сразу изменился, а для его отключения нужно повторить те же действия и рабочий стол вернется в первоначальный вид. Если при открытии центра уведомлений вы не видите в списке режим планшета, добавить ее можно следующим способом. Нажмите кнопку пуск параметры, выберите раздел система в открывшемся окне уведомление действия и здесь в разделе быстрые действия нажмите добавить удалить быстрые действия. Здесь можно включить или отключить отображение значка в окне уведомлений. В самом низу списка вы увидите режим планшета, включите его переместив бегунок в положение включено, после чего он появится в окне уведомлений и всегда будет отображаться при открытии этого окна. Для настройки режима планшета откройте параметры система и выберите из списка режим планшета. Здесь есть возможность установить как будет использоваться режим планшета при входе в систему. При выборе использовать режим планшета ваш компьютер будет запущен в этом режиме. При использовать режим рабочего стола он запустится в стандартном режиме рабочего стола, а при использовать режим подходящий для устройства в зависимости от используемого устройства при входе автоматически будет выбран режим планшета или режим рабочего стола. Выбранные настройки будут применены при следующем входе в систему. Следующая настройка позволит настроить, когда устройство будет автоматически включать этот режим. Здесь тоже представлены три варианта. Не запрашивать разрешение и не переключать режим. При этом ничего не произойдет и компьютер останется в режиме рабочего стола. Всегда запрашивать разрешение перед переключением режима, Перед включением режима планшета вы увидите запрос «Подтверждение», «Не запрашивать разрешение», «Всегда переключать режим» компьютер автоматически переключится в режим планшета без дополнительного запроса. Еще здесь есть возможность включить отображение значков закрепленных на панели задач в режиме планшета, активировав которую на панели задач появятся такие значки, а также функция, которая будет автоматически скрывать панель задач в режиме планшета. Эти же настройки можно активировать просто нажав правой кнопкой мыши по панели задач и установив соответствующие отметки. Использовав кнопку «Представление панели задач» откроется список всех запущенных приложений для быстрого перехода между ними. Здесь на плиточной панели есть кнопка «Все приложения», где будет предоставлен список приложений компьютера. Кликнув по нужному правой кнопкой мыши и выбрав «Закрепить на начальном экране», оно появится на экране плиточной панели. Плитки здесь разбиты по группам, где можно задать название каждой из них, просто вписав в этом поле. Окликнув по плитке правой кнопкой мыши, ее можно открепить. Установить размер «Мелкий» или «Средний». Во вкладке «Дополнительно» закрепить на панели задач, плитка будет закреплена на панели, открыть в новом окне, приложение откроется в отдельном окне, запустить от имени администратора и перейти к расположению файла. Переместив запущенное приложение к краю экрана, оно будет закреплено в выбранной его части и появится возможность открыть еще одну вкладку в другой части экрана, чтобы закрыть перетягиваем вниз, после чего можно выбрать другое. Кнопка меню «Пуск» в этом режиме возвращает на начальный экран. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.